всем привет китайская новинка bestroom t70 d-class что-то на ровне с mazda 6 с camry и так далее смотрится машина конечно изумительно в черном цвете все на месте вот покрышки правда быть и все другие диски тоже нормально это у нас базовая комплектация enjoyment и стоит такая машина 2 миллиона триста восемьдесят тысяч рублей здесь стоит мотор 160 лошадей на то есть и трансмиссии и мотор точно такие же которые стоят в bestroom t77 либо вот как сейчас на заводе бывшим не сам буду делать лада с кросса до 5 вот точно такая же техника стоит здесь для нашего рынка идет мотор не просто 60 лошадей а в китае только мотор 169 такой мощный капот куча и всяких вы штамповок и красивые достаточно такие фары датчиков парковки я здесь не вижу но может они где-то с и спрятаны не знаю по крайней мере пока здесь нет еще раздаться на машины 2 миллиона триста восемьдесят тысяч то есть у нас очень много машин даже c-класса да за почти такие же деньги и допустим вот а моду привезла машину седанчик в базе он стоит в районе что-то 2 миллиона сто девять с чем-то тысяч и там получается вариатор и двигатель всего лишь сто с чем-то лошадок ну то есть понимаете да здесь машина вот такого класса и стоит чуть дороже кстати тоже амода уже с турбомотором и роботом она будет стоит тоже примерно такие же денег так где эта машина и где-то машина есть разница еще конечно здесь хочу сказать но потом посмотрим там не есть листочек спрятан а потом посмотрим все комплектации и цены есть еще машина 2 литровым мотором и так далее но смотрим дальше хромирована окантовка стекла идет сверху такие вот большие в общем-то зеркала посмотрите здесь тоже зеркалах и тут у нас видите без ничего доступ и наружка сверху идет chrome но вот так талировки нету ну понятно что дисковые тормоза все красиво подошли зайду вот так смотрите такие пропорции все сделано красиво то есть пойти играть и было то 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 ли так у другой и так и теперь и четко все идти арки все это вот ну прям вот все сделано конечно классно и тут у нас есть то что ты поймай к это тонировка завода идет такой скос что давайте смотреть а тут еще идет вот это все но принципе навестишь убираю типа лада дам то тоже можно это убрать другой стороны вот типа у меня оригинал датчики парковки сзади есть b70 давайте посмотрим какая же у нас здесь подвесочка подвеска у нас здесь балка какие эти ну такие вот дела здесь нас камера заднего вида и тут еще имеется подсветка номера кнопки открытия багажника я здесь не увидел вот так смотрится задок все красиво два патрука торчат такой стремительный силуэт вот так открывается смотрим написано минимум 92 я бы не стал рисковать я бы заливал 95 когда так давайте теперь салон перемещаться не смотрится конечно машинка зачетно зачетно резина limg long 205 здесь 25 50 r18 зашел на автоспорт и заметил что предложение на новое авто стало гораздо больше а скидки на личные уже не редкость оно и понятно машины ввезены еще в двадцать втором году дилерам нужно срочно продать и привести двадцать третьего года сделать это нужно максимально быстро так как валюта вновь скачет отсюда и цены хорошие и скидки огромные скидки есть как за наличные так и за кредит 3d причем скидки очень достойный поэтому если планируете купить новый автомобиль сейчас самое лучшее время для этого при этом не важно в кредит планируете брать или за наличку на сайте автоспорт точка ру вы найдете лучшие предложения при любых условиях покупки причем скидки могут достигать нескольких сотен тысяч рублей согласитесь неплохо ссылку оставил в описании широкий проем двери цельно штампованы контур уплоднение 1 вот второй контур мягкий вверх отлично блокировки в нужном месте сразу раз мягкий подлокотник ручка она же ниша и тут еще такой на рост чтобы пальцем было за что зацепиться все электростеклопитными китами все авто складываемые зеркала и электро революровки еще есть подогрев динамик и тут вернет еще один да вот еще динамик но что все красиво и здесь ниша и что-то типа под бутыльника из тела замечательно что-то мне кажется что здесь будет сидеть удобно виде как низ низко сделано редко в китайцах ох как быстро все это ездит вот то есть получается назад вперед выше ниже и здесь еще у нас наклона спинки ну что прекрасно да прям сел и так вниз провалился ох хорошо редко сейчас в китайцах прям так здесь есть чтобы тебе прям вот вниз все жалуются на то что право сиденье низко не опускается а тут прям вот четко все получилось пока сыграть не буду нас здесь темно вот этот цвет лучше то есть этиках но он совершенно ничего нам не дал включил зажигание сразу раз все стало подвигаться так все подвинула спинка опустился прям вообще а вот так прям ну почему-то машина я же выйду почему-то машина решила что под мой рост вот так должно быть ну в общем не знаю она сама все отрегулировал возможно там какие-то есть настройки музыка радио телефон все это имеется так все это быстро работает настройки тут и расчет надо главные настройки язык китайский и английский такой мы пока выбора не языка нет ну что делать так вот все громкость вернее звук так но принципе нормально все wi-fi bluetooth тут еще возможно какая-то пленочка да нет вроде назад радио музыка то есть подключайте научим так далее и вот такая у нас прямо огромная знаете электронная приборка щелкаем за работу с круизом здесь громкость настраиваем здесь работа с телефоном папки треки листаем и и так далее ну в общем все понятно все эти пиктограммы всем знакомы и тут графика вообще-то красивая зажигаем коти сразу кресло отъехала шторка два стаканника так понимаю для ключей закрыть но тоже все видите сделано шторка да и хотя бы вот эта часть уже пачка забудь меньше ну то есть не вот такой слой лака электронный ученик автохолд это кнопка запасная собственно вот такой селектор ну что хочу сказать очень все красиво смотрится мягкий вверх да здесь уже твердым пошло все открытие багажника очень и спи уголку на фор тут да кармашек мне чем я делал в смысле мягким что-то надо будет такое тряпочку показать чтобы не бренчал а тут предлагается имеется свет шторка зеркало проверяем они тоже не есть ну вот как то так имеется еще очистить найти ну и вот тут все это дело работа с люком у пассажира тоже да все это есть микро лифт имеется не по сути регулируется хорошие такие боковые упоры извините прям сиденья какие широкие редко так бывает особенно в китайцах прямо вот под самую под коленку сидушка то есть иногда не висит она лежит на сидушке хорошо прямо сиденья сделаны классно за исключение вот этого глянца да так то всех отлично руль кожаный приливы в большие пальцы в меру такой толстенький и здесь такая виде нас нейтральная эмблема ни о чем не говорит да но эмблема эмблема то есть не сразу сказать что это китайская машина проверяем к сожалению вылета руля нет но но сейчас я попробую под себя это построить вот но принципе вот так бы я поехал и наверное наверное за счет того что здесь есть больший охот электро регулировки сиденье можно вовсе это удобно усесться давайте достанем листочек кстати эти большой бардачок микролифт имеется всего четыре комплектации вот это у нас enjoyment это у нас база потом идет эксклюзив и только вот в этих двух комплектациях идет мотор 1 и 5 160 лошадей и уже в старшей комплектациях smart и control control это будет самый жир идет двухлитровый двигатель и 217 лошадок но тонкости здесь я сейчас зачитывать не буду потому что здесь нифига не видно уж извините за мой французский лучше расскажу про цены вот эта машина в базе стоит 2 миллиона триста двадцать восемь тысяч рублей комплектация эксклюзив с таким же мотором таким же роботом и там естественно будет опции побольше будет стоить 2 миллиона четыреста тридцать семь тысяч и уже с двухлитровым мотором комплектация smart будет стоить 2 миллиона шестьсот восемь две тысячи и самый самый жир будет стоить 2 миллиона семьсот семьдесят девять тысяч рублей ну короче как обычно хотите чтобы было больше какие-то там опции электронных помощников покупайте более дорогую версию если вам это не нужно ну как бы если вы сэкономите знаете такая толстая книжка блин да это что же все куча денег стоит эти фотографии надо все это кстати бумага хорошая такая прям приятная и белые все тоже таких объемах печатается все это стоит денег книжка такая вот ну что дерки назад вот так бы я поехал да или сейчас она сам опять отъедет интересно нет не отъезжает хорошо присаживайся сел сам за собой раз какая крыша крючкова тут нету соответственно плафонов тоже нет возможно что в какой-то более дорогой комплектации здесь какие-то будут плафончик зато здесь крючки вот они тут есть тоже все это дело все равно она присутствует карман имеется карман имеется раз два практически три ладошки здесь только воздуховоды еще имеется и розетки но опять повторюсь это у нас базовая комплектация поэтому может быть здесь какие-то но тонкости нету зато вот эти какая ручка эти как под прямой этот хват тут нас тоже лет сила подъемник имеется что-то типа под бутыльника динамик ты поймаешь всего 6 динамиков вот такое это окошечко но вот тут еще раз запас какой ну и заднее сидение тоже достаточно широкая удобно место тут просто навалом и над головой еще сел в удобное положение еще видите сколько места ну то есть это так что тут на предлагает три подголовника и здесь у нас нет подлокотника но возможно что посчитали что в базе он и не нужен и так здесь у нас климат кожаный руль большой экран дисплея кнопка запуска двигателя 160 здесь лошадок робот 7 ступенчатый мокрый и кожаный салон ну кожа за мной пусть будет кожа да и имеется вот такой атрибут люк повторюсь что китай находится на такой широте где поставить тепло и поэтому там в первую очередь все озабочено чем как-то салон охладить то еще было прохладно чем людям вот поэтому кондиционер климат и люк быстро открыл быстро свежим воздухом проветрил и как-то вот стало легче дышать у нас же все наоборот все щели задраить как можно плотнее и печечку чтобы включить чтобы было тепло вот собственно все мы что давайте теперь посмотрим багажник впечатление пока машина только положительная это что у нас смотрим виде да вот так все у нас у нас лютбек так вот крышка высоко поднимается полочка ну и смотрите здесь просто огромный огромный такой багажник это что-то типа вешалки имеется еще подсветка ну и что-то там продавает толстый полик и здесь докатка добрать инструменты все это присутствует и что-то типа щели кишки сделано и тут все обшито карпетом ну в общем красота красота здесь все тоже тогда сделать добротно целых ванночка пластик кнопки нету но возможно потом что ты будет какая-то ручка закрываем слушаем все тихо закрылась отлично вот вот такой вот фаффе быстро т-70 вроде как все хорошо но есть какие-то да такие вот тонкости допустим руль по вылету не регулируется ну опять таки для кого как ну в общем особых то таких получается больше придирок и нет потому что здесь все что хотите есть грязи надо поменять еще больше вид будет такой машины стремительно тоже сейчас такое ощущение что она кого-то как зимняя стоит диски тоже пойдут думаю сможешь получше поискать вот а так смотрите как все смотрится замечательно пишите комментарии подписывайтесь красивая